Что мешает железнодорожному району развиваться? Как исправить ситуацию? Какое будущее ждет жителей? Главная идея проводимых в регионе стратегических сессий только жители определяют, куда двигаться дальше. В мозговом штурме приняли участие активисты района, представители общественных объединений, студенты и работающая молодежь. Здесь было в первую очередь связано с модернизацией школ, то есть системы образования, потому что в основном все школьные здания построены были уже очень давно. А дети у нас сейчас очень современные и, наверное, вот этот подход модернизации, он бы, ну хотя бы в какой-то степени помог, может быть, им привить какую-то тягу к учебе, какой-то интерес. Ситуация с демографией в городе значительно отличается от деревни. Если жители сельских поселений в первую очередь хотят остановить отток населения, то для горожан важно улучшить уже созданную инфраструктуру и преумножить уже имеющийся. К примеру, создать центр семейных ценностей. По плану в учреждении можно будет пообщаться с семейными психологами и пройти курсы семейной этики. Все-таки хотелось бы, чтобы семья, это действительно была семьей, чтобы мы помогали друг другу, чтобы была забота о ближнем, о людях старшего поколения в семье и, безусловно, патриотизм. Также больше всего голосов получила предложение Лидия Митюковой о благоустройстве набережной Свияги. Жители хотят видеть общественное пространство, где бы каждый нашел занятие по душе. У нас две реки в Кендяковке, Свияга и Волга. Нам доступнее Свияга. И здесь мое предложение, чтобы укрепили берег, сделали площадку для отдыха и детей, и пожилых. Все инициативы выносились на командное обсуждение, а лучшие идеи прошли в финал. Их будут защищать перед экспертами. То, что останется в итоге, войдет в народную стратегию развития Ульяновской области.